Школа на улице Замковой в Кисловодске, пожалуй, одна из самых долгожданных и построена на совесть. Говорю это не случайно, ведь сколько сюжетов снято журналистами своего ТВ об этом учебном заведении и не сосчитать. Мы следили буквально за каждым этапом строительства. И вот, наконец, одна из самых больших школ Ставрополя распахнула свои двери для тысячи учеников. Два бассейна, спортзалы, хореографический и тренажерный залы, спецлаборатории, лофт-зоны с мягкими креслами, большой стадион, площадка для ГТО и многое другое. Все это теперь в распоряжении везунчиков учеников. Я на год перевелся в 22-ю школу, я очень счастлив, она очень большая по сравнению с первой школой. Очень все новое, все хорошее. В проекте школы учли все требования современных стандартов, создали необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, особый упор сделали на патриотическое воспитание молодежи. В учебно-методическом центре «Авангард» на базе школы детей обучают военному делу. На патриотическом воспитании держится основа всей страны, поэтому переоценить его значимость невозможно. Основная задача – это подготовка юношей. Но также сюда могут приходить и девочки, и с ними занимаются тактической медициной. Оценил проделанную работу и губернатор Владимир Владимиров во время рабочей поездки на Кавминводы. Он осмотрел здание кисловодской школы, пообщался с учениками и сотрудниками. Все кабинеты в наличии и процедурные, и прививочные. Но уже пользуются успехом? Уже детишки приходят? Приходят. Да? Ну, по делу. По делу? Нет. Не с тем, на что вы намекаете. Нет. Только по делу. Особенно отметил глава края самый любимый урок многих учеников – плавание в большом бассейне. Но развлечения развлечениями, а о труде школьникам забывать нельзя, отметил губернатор. Мы же убирались и накрывали, и полы мыли потом еще. Да, кстати, сейчас живем. И сейчас все то же самое должно быть и у нас. Да, это очень хорошо будет. Это даже не нам в помощь, здравствуйте. Это в помощь детям, чтобы они знали, что такое труд. Школу возвели по госпрограмме развития СКФО и нацпроекту образования. Ход работ курировало региональное министерство образования. Предела совершенства нет. Дальше нужно совершенствоваться, обустраивать еще больше эту школу города Кисловодска. Дальше развивать наш город Кисловодск. Вне сомнения, я очень рад, что вы помните, сколько раз мы сюда приезжали. Это уже так потихонечку пытался эта школа превратиться в долгостроенную. Благодаря училим Евгения Ивановича и его команды, они вытянули эту школу в те положенные сроки, как мы и планировали. Эта школа нам помогла приступить к капитальному ремонту наших других школ и реконструкциям, потому что она вместительная. И здесь сейчас еще две школы. Одноначальная школа, восьмой гимназии и первая школа, которая сейчас на реконструкции, занимается здесь. Следующая точка – Кисловодская городская больница. Здесь строят дополнительный корпус. В нем расположится операционный блок, приемное отделение, а также отделение общей реанимации и интенсивной терапии. А живописный вид из окон будет способствовать выздоровлению. Объект должны были сдать в прошлом году, однако из-за подорожания материалов стройку остановили, чтобы уладить юридические вопросы. И теперь здесь снова закипела работа. Губернатор поручил закончить строительные работы к концу 2023 года. Нам очень важно, чтобы мы выбрали стройку в этом году, чтобы в будущий год оставили только на то, чтобы нам купить оборудование, затащить, его установить и запустить в эксплуатацию. А это уже Железноводск. Здесь, на Аллее Любвина, федеральные и краевые деньги отремонтировали инженерные сети, уложили тротуарную плитку, оборудовали газоны, освещение, а также установили спортивные тренажеры и отремонтировали фонтан. Работы провели по программе формирования современной городской среды. Кроме того, в городе-курорте завершают благоустройство сквера Капка. Ну а хотят прогуляться по обновленной территории. Екатерина Сегеда и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.